Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире творческая мастерская с Полиной Баховой. И сегодня мы с вами научимся шить нарядные белые воротнички. Эти воротнички вошли в моду в прошлом сезоне, остаются по-прежнему на пике популярности и в этом году. И они подходят как летним нарядам, так и строгим официальным платьям для зимы. И сегодня я покажу, как украсить вот такое на первый взгляд простое платье летнее с обычным абсолютно воротом и сделать его очень нарядным, женственным, романтичным. Итак, для воротничка нам потребуется выкройка. Я советую делать выкройку с готового платья. Прямо обводим горловину и от горловины отмеряем нужное количество сантиметров. Когда мы сделали выкройку, прикладываем, примеряем, смотрим, как она лежит. Самое главное, чтобы она красиво легла по плечам. Конец воротничков можно делать совершенно разнообразным. Можно их закруглить, можно удлинить. Например, в прошлом сезоне очень модно было носить воротнички с очень длинными краями, кончиками, практически до середины талии. В этом году их длина уменьшилась. И у нас выкройка вот такая я сделала с острыми удлиненными концами к низу. Итак, выкройка наша готова. Затем берем два лоскута белой ткани. Почему два? Потому что воротничок у нас будет двойной. Если ткань очень тонкая, лучше продублировать, проклеить нижний слой ткани, чтобы воротничок держал форму. Итак, раскладываем выкройку. При необходимости можно заколоть ее на ткани, сразу складывая два слоя ткани вместе. В нескольких местах буквально можно наколоть, чтобы не съезжала наша выкройка и было проще обводить. Лучше брать хлопковые ткани, но с хорошей обработкой, потому что все-таки воротничок возле лица, нужно, чтобы ткань была качественная. И обводим по контуру. У меня выкройка уже сразу с припусками на швы, поэтому я ничего не прибавляю. Воротничок можно делать и из цветной ткани, не обязательно из белой. Смотря какой фасон и цвет платья и какова наша основная задумка. Эти воротнички мне напоминают детство, школьную форму, когда мы каждую неделю сами пришивали белые воротнички, потом отпарывали, стирали и так мы их меняли. Выкройка нам не понадобится. И теперь вырезаем по контуру наши две детали. У нас у воротничка есть внешняя сторона и будет внутренняя сторона. Сразу хочу рассказать, что когда мы будем соединять эти две детали, мы оставляем отверстие либо по внутренней стороне, либо по боковой стороне, если она у нас будет закрываться тесьмой. Также и тесьму мы можем либо втачивать сразу между двумя слоями воротничка, можем нашивать ее сверху после того, как мы соединили две детали. Это зависит от того, какая у нас опять же тесьма, крошится она или она обработана и какая у нас основная задумка. Детали должны быть абсолютно одинаковые, поэтому вырезаем аккуратно, чтобы они не смещались. Можно заколоть булавочками. Так, выкройка воротничка готова. Теперь, складывая ткань лицом к лицу, здесь у нас в данном случае нет лица изнанки, поэтому мы будем стачивать так. И, как я говорила, оставляем отверстие с внутренней части воротничка, либо с боковой. Я предлагаю оставить с внутренней, чтобы потом можно было вывернуть. И начинаем соединять две детали. На ширину лапки делаем закрепочку. И по всему контуру воротничка прокладываем строчку. Такие воротнички можно делать не только из хлопковых тканей, но и, например, из органзы, из прозрачной ткани. Очень красивый, воздушный получается воротничок. Можно делать из кружева. Итак, мы доходим до окончания нашей надсечки. И убираем лишние ниточки. Итак, сейчас мы должны сделать надсечки, потому что воротничок у нас имеет очень обтекаемые формы, и он должен лечь очень ровно и красиво. Мы срезаем уголочки с острых концов углы, чтобы красиво вывернуть, и они были у нас такие прям острые. И убираем лишнюю ткань по краям, оставляя совершенно немного ткани. Так, и на полукругах мы делаем надсечки. Это вот такие вот надрезы, буквально 1-2 миллиметра, не доходя до края. По всему полукругу мы делаем надсечки. Тогда ткань красиво и ровно ляжет вокруг горловины. И точно такие же надсечки мы делаем по внешнему краю. Это опять же для того, чтобы ткань распределилась у нас красиво, не было заломов, склад. Здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы не разрезать нашу строчку. И с другой стороны. Надсечки у нас готовы. Чем чаще, тем лучше на самом деле. Теперь мы будем выворачивать и сверху на воротничок нашивать тесьму. У воротничка, если мы продублировали нижнюю ткань, есть вверх и низ. Здесь нужно быть внимательным. Одну часть и другую. Так как у нашего воротничка есть острые углы, здесь очень важно с помощью какого-то острого предмета, палочки, карандаша, ножниц, расправить эти углы, чтобы они были острыми. Так, вот мы их срезали, поэтому они у нас получились очень красивыми. Расправляем. Итак, основа, заготовочка нашего воротничка. Края нужно обязательно, как вы видите, отпарить, потому что они выглядят пока не очень. Итак, мы разглаживаем края с помощью утюгов, чтобы окружность была у нас ровная. И он очень красиво лежал у нас на изделии, на платье. Так, все. Воротничок у нас вот уже видно, что он ровный, красивый. Нам нужно закрыть отверстие посередине, которое мы оставляли. На один миллиметр от края мы просто прокладываем аккуратную, ровную строчечку, и она совершенно не будет бросаться в глаза. Делаем закрепочки. Убираем лишние нитки. И нам остается украсить наш воротничок красивой тесемкой. Подбираем ее по своему вкусу. Можно украсить даже не тесемкой, а бусинами, бисером, какими-то необычными лоскутами. У нас в данном случае вот такая тесемка. Оставляем небольшой кончик для того, чтобы воротничок можно было потом завязывать. Так. И с внутренней стороны, естественно, мы тесемку не будем пришивать. Пришиваем ее только с внешней стороны, украшая наш воротничок. Для этого, если тесьма у нас тянется, то склады можно делать не очень большие. Итак, оставляем небольшой кончик тесьмы для того, чтобы можно было завязывать. И пришиваем наше кружево. Закладываем склады прямо по ходу прокладывания строчки. На уголочках склады должны быть обязательные, иначе у нас тесьма ляжет некрасиво. Она будет морщинить. Поэтому на уголках мы делаем склады почаще. И так потихоньку по всей окружности, по внешней части мы пришиваем кружево, рюшу, тесьму. Делая небольшие защипы. Делаем в конце закрепочку. Отрезаем ниточку. И необходимую длину веревочки мы оставляем. Чтобы можно было завязать. Наш воротничок готов. Можно немножечко его отпарить. Еще раз финально разгладить. Убираем лишние ниточки. Вот здесь, я вижу, забыли отрезать. И примеряем к нашему наряду, что у нас получилось, как он будет смотреться. Вот как сразу освежилось платье. С помощью всего лишь такой небольшой нежной детали. Сразу совершенно такой винтажный стиль получился у платья. Если по низу еще пришить тесьму, конечно, будет сочетаться очень хорошо. А также такие воротнички можно украшать бисером, бусинами. Я приготовила, чтобы показать. Это тоже смотрится очень красиво. Романтично. Шейте вместе с нами, украшайте свои образы, наряды необычными, небольшими элементами. Делая платье или наряд неповторимым и красивым. С вами была Полина Бахова. Увидимся на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова